Приветствую всех зрителей в нашем блоге Псы городских окраин. И сегодня я хочу рассказать вам о небольшом лайфхаке, о небольшом совете, который особенно подойдет владельцам одной, двух собак, в частности, двум, и также тем владельцам, чьи собаки отличаются особенной активностью, например, тянут поводок или просто вы любите, ну, достаточно подвижно гулять со своей собакой. У меня две собаки, как вы уже помните, белая швейцарская овчарка, которой уже шесть лет, и маленькая белькийская овчарка Шиперки, которая уже четвертый месяц на самом деле идет. И совместные наши прогулки — это отдельная история, это настоящее нечто, ну, потому что темпераменты сейчас не совпадают, размеры не совпадают. Как раз Линда прошла. И если Лисик, он сейчас совсем маленький, у него маленькие ножки, он с трудом забирается на бордюры, он не может проесть большие и глубокие сугробы, которые Линда совершенно спокойно может одним шагом просто перелезть. То вообще, и да, еще в следующий момент, моя Линда, она тянет достаточно, то есть как она умеет ходить рядом, но когда она идет на прогулку, выходит на себя такая прям возбужденная, ей хочется побегать, поизучать, попутешествовать. Поэтому, когда мы идем к определенному там месту назначения, она всегда очень такая радостная, счастливая, оптимистичная. Вот, я физически с ней всегда справлялась, то есть абсолютно нормально, у нас таких проблем не было. Но да, на этом моя собака тянет, и это нормально. Вот, ну, сегодня речь пойдет о лайфхаке. Достаточно, блин, банальном, таком очевидном, почему я раньше не могла додуматься. Как бы, когда у меня была Линда еще совсем шла попа, это где-то год-два, я пользовала этот лайфхак. Вот, но как-то сейчас я о нем забыла, я вам уже рассказывала, как мы гуляем. Плюсик у меня сейчас гуляет на рулетке, то есть, в принципе, я его контролирую так, боковым средним, можно сказать, но он никуда не убегает, он в основном лежит за мамой. И у меня Линда часто гуляет, в основном на шлейке, иногда, конечно, беру на шейник, и на не очень длинном поводке. Не очень комфортно, сразу скажу, не очень комфортно, но с двумя собаками ты, по крайней мере, можешь как-то с этим справиться, и можешь все это контролировать. Но я все время гуляю, когда совместно, все время думаю о том, что, блин, ну, Линде некомфортно. Ей некомфортно, я ей постоянно отдергиваю, чтобы она подстраивалась под наш темп с Люсиком, потому что он все-таки маленький. Вот, а гулять с ними постоянно отдельно, ну, извините, столько свободного времени у человека, даже такого любящего животных и работающего на удаленке, ну, просто нет. Вот, кстати, об этом я расскажу в следующем видео. В общем, ждите. Не говорю сейчас о специализированных собачьих поясах, которые можно купить в любом, наверное, собачьем интернет-магазине, собачьей спортивной амуниции. У меня пояса такого нету, но если вы не занимаетесь собакой прям суперспортом, конекросом, и вам просто нужен такой пояс, чтобы постигнуть к нему собаку, освободить руки и более-менее гулять как-то спокойно, особенно с двумя собаками, это работает на ура. И что сделала я? И первое, что я сделала, я сейчас вам покажу. Ну, это, конечно, такой очень читинг, это совершенно непрофессионально выглядит, ну, это просто обычная сумка для лакомств, вот с такой достаточно плотной стропой, застежкой, поясная, обыкновенная сумка. Конечно, какая-то более декоративная сумка, там, не знаю, кожаная, или с более тонкой стропой, наверное, не подойдет, ну, для большой и сильной собаки, как минимум. Я просто взяла и пристегнула линдин поводок вот, ну, за пояс. Все я делала на пояс, собственно, эту сумку, и суть даже шла, и речь даже шла не о том, чтобы собака меня как-то меньше тянула, а о том, чтобы, ну, хотя бы немножко разгрузить хотя бы одну руку, чтобы я могла, в крайнем случае, отпустить линдин поводок, там, поменять руки, если вдруг поводки перепутались. И, конечно, самое-самое-самое главное это, чтобы я могла спокойно давать им лакомства, а я им даю, как вы знаете, разные лакомства, которые у меня в разных карманах, и убирать, собственно, их кучки, вот, потому что двумя поводками в двух руках это становится очень трудным, особенно, когда ты не можешь отпустить просто поводок и бросить его на землю, как в случае с Люсиком, потому что он маленький, я все еще переживаю, что он может убежать или под машину попасть. В Москве это, как бы, достаточно просто. Вот, поэтому вот если у вас, например, маленькие собачки, если они не сильно тянут, или просто у вас две собаки, и вы хотите утром просто погулять, ну, так, беспроблемно, ну, вот такая сумка, просто застегнуть за нее поводок, ручку, он, собственно, продеть сюда, и, блин, сумку сама тоже можно положить, телефон, там, ключи, еще что-то классное. Этой сумке уже много лет, кстати, ну, блин, минимум три года, наверное, и она офигенская. Покупала ее где-то в коробке, но это не собачья сумка, вы понимаете. Второй вариант уже более-менее можно считать профессиональным, ну, так, в кавычках, конечно же, вообще все собачьи пояса, которые вы видите в магазинах, даже и таких крутых брендов, как, господи, я уже забыл, норвежский Non-Stop World, где так он называется, финская хурта, и даже наши русские вроде Магуэя, для всех собачьих поясов используют одну и ту же базу. Это обычные альпинистские обвязки. У меня такая есть, это настоящая альпинистская обвязка, потому что я работала тренером по скалолазанию, у меня вот осталась такая обвязка от пенцель. Это уже не обвязка, потому что я сняла вот эту вот нижнюю часть для ног, и, собственно, остался один пояс. И я решила, так как я уже не занимаюсь скалолазанием, думаю, ну, надо как-то реанимировать эту вещь под собачий пояс. В плане цены я не могу вас сориентировать, я не знаю, сколько сейчас стоят такие обвязки, ну, думаю, в районе четырех тысяч, может быть. Ну, примерно столько же стоят и собачьи пояса, ну, разве что, наверное, отечественные марки немножко подешевле, и вроде даже за тысячу двести в ее абсолютно нормальный пояс. И что мне здесь нравится, здесь нет ног. Ну, вы знаете, вот этих нижних обвязок, которые как бы как штаны надеваются. Это оправдано, когда вы занимаетесь спортом с собакой, каникроссом, бегаете с ней, а также это очень прикольно и удобно в летнее время. Ну, вы понимаете, когда на вас там одеты леггинсы, шорты, джинсы, ну, что угодно, или какая-то легкая сверху одежда. Сейчас зима, сейчас, простите, минус 20 градусов, и на тебе огромный пухлый пуховик, достаточно длинный, прикрывающий пятую точку. И как вот на все это дело одевать нижнюю часть с ногами, и чтобы все это крепилось правильно, то есть не на талии, настоящий спортивный пояс для каникросса. Его ни в коем случае нельзя крепить на талии, потому что это будет серьезная нагрузка на позвоночник. Такой пояс крепится строго где-то в районе бедер, даже вот чуть, в общем, в районе таза где-то так. Для самой обычной прогулки городской, по городу, там, по лесу, на природе, если не собираетесь там километры и марафоны бегать, вполне можно закрепить такой пояс у себя на талии, или чуть ниже, на любую куртку налезет. Как вообще все делать? На самом деле не очень удобно, потому что здесь вот такие завязки. Я завязываю их, мне их завязывает муж, потому что само это достаточно сложно, на спине. То есть вот это спина, вот эта часть, это спина. И это перед. Видите, здесь пуча всяких штучек, за которые можно цеплять поводок. В нашем случае я еще закрепила вот такую вещь. Очень тоже прочная стропа. За нее я цепляю ручку поводка и вперед. И очень удобно. Намного удобнее, чем просто вот даже с этой сумкой ходить. Потому что пояс очень широкий. И вот эти рывки, они практически не ощущаются. Но опять-таки, да, я очень стараюсь, чтобы даже с этим поясом Линда меня не тянула, как ездовая собака. Я стараюсь все время работать и голосом с ней, и подзыв регулярно тренировать. Ну, не хочется, чтобы она вот так привыкала постоянно меня тянуть. Потому что, да, есть все-таки спорт, есть тренировка, есть там каникросс, когда мы вышли и скомандовали, побежали. И мы бежим и тянем, да. А есть обычная прогулка. И руки мне нужны, мои целые, мои мегапозвоночники. Ну, в общем, ребята, я просто в восторге, почему раньше этого не вспомнила. Потому что раньше я действительно так делала. И было очень-очень удобно. Круто. И действительно разгружает руки. Вот то, чего мне не хватало. Мне всегда не хватало третьей руки. А здесь просто отпустила линдик в поводок. Благо он не такой длинный, чтобы в нем путаться. Поменяли руки, дали лакомство, выбрали экскременты. Это все очень быстро, очень легко делается. Я просто сейчас вздохнула с облегчением, насколько это классно и удобно. Вот. Поэтому владельцам двух-трех собак, или одной, но очень такой активной, если вы просто хотите как-то разгрузить руки, и с большим комфортом давать собаке вкусняшки, по-моему, очень здорово, очень советую. Ну, не знаю насчет того, буду ли я приобретать там к лету к весне настоящий, настоящий собачий пояс такой для тренировок, потому что все-таки, ну, не знаю, мне пока нравится то, что у меня есть. Мне это не вызывает никакого дискомфорта. Там же, если я захочу прям бегать каникрос летом. Линда, кстати, мне кажется, она уже вышла из возраста каникроса. Это раньше она была очень такая тянущая вперед, как поезд, как паровоз просто. Сейчас она бежит буквально три минуты, а потом плетется сзади, она встает. Ей уже не по кайфу, и когда я говорю, ну, давай, Линда, еще один кружочек. Пробежимся и пойдем. И она делает такое лицо, типа, ну, как еще? Ну, может быть, уже домой. То есть ей уже 6 лет, и она уже так. У нее больше тяга к таким коротким, но таким взрывным и активным нагрузкам, но коротким. Вот, потом ей хочется вдохнуть, там по нему ходить цветочки, снижочек, и отдохнуть, и идти домой. Поэтому все, друзья, я очень надеюсь, что мой ролик вам каким-то образом пригодится, потому что мне вот это открытие просто развязало, развязало мои руки. Я очень этому рада. Теперь мы гуляем только вот с этими аксессуарами, с этим реквизитом. Все, друзья, на этом я завершаю это видео. Если у вас остались какие-то вопросы, или просто пишите любые комментарии под этим видео, в комментариях, соответственно. Не забывайте подписываться на наши соцсети, заходить в наш инстаграм, и читать авторский блог на Дзене, который так и называется «Псы Годских Экрайн». Все очень просто. Все, друзья, до встречи в следующих роликах. Пока-пока. До встречи в следующих роликах.